«У семи нянек дитя без глаза» – это поговорка, как никакая другая, характеризует отношение в Саратове к объектам культурного наследия. С одной стороны, сон охранителей в лице официальных структур, историков, градозащитных советов и самоназначенных краеведов-любителей. С другой – реальное состояние, в котором пребывают знаковые памятники архитектуры. Так уж сложилось, что право частной собственности в Саратове распространяется далеко не на всех. Отношение к конкретному зданию может радикально меняться в зависимости от того, в чьей собственности или управлении оно находится. Избирательный подход даже не скрывают. Под благородными, но по большей части надуманными предлогами здания изымались у неугодных собственников и передавались собственникам правильным – муниципалитету, области, федералам. Причем сам процесс экспроприации чрезвычайно политизирован. Среди тех, кто попал под него – здание, известное как «Дом художника на Московской». Его прежние владельцы предлагали не один проект по его восстановлению. Однако чиновники при поддержке так называемых градозащитников возмущенно их отвергали. В финале местное управление Росимущества во главе с Екатериной Мережниковой отобрало объект у потенциальных инвесторов. Примечательно, что из переписки с этим ведомством мы с удивлением узнаем, что планов по реконструкции у властей не было никогда, да и задач такой не стояло. По крайней мере, средства на эти цели не запрашивались. Будет ли заниматься восстановлением новый балансодержатель в лице одной из структур федерального Минкульта – неизвестно. При этом складывается впечатление, что тоже Росимущество это особо и не волнует. Из последних изъятий, которым приложило руку ведомство Екатерины Мережниковой, здание на Московской 81. Так называемый дом Скворцова, построенный в конце 19 века, памятник архитектуры регионального значения. Срочного спасения оно вроде бы и не требует, но, опираясь на опыт, становится тревожно за его дальнейшую судьбу, как и судьбу других памятников на той же Московской. Есть риски, что все здания, находящиеся в частной собственности в центре Саратова, попадут в поле зрения политических акторов или на глаза к прокурорам, которым удастся найти понимание в судах Саратовской области. Пример немного из другой оперы – гостиница «Россия» на углу Горького и проспекта Столыпина. Для многострадального здания в центре города десятки лет тщетно искали приемлемую форму реновации. Однако попытки консолидировать объект в одних руках неизменно заканчивались крахом. Итогом стал пожар, практически уничтоживший памятник архитектуры. Сейчас он в муниципальной собственности, и власти столь же безрезультатно пытаются найти хоть кого-то, кто захочет восстановить объект культурного наследия, от которого остались только стены. Да и они в любой момент грозятся обрушиться на головы прохожих. Еще один знаковый объект – дом Ехимовича на Советской. Он тоже, кстати, пережил пожар. Был это в 2018 году. Ипопея с его восстановлением длится уже много лет. В марте 2021-го торжественно сообщили, что реконструкция здания началась. По факту же все ограничилось баннером, который прикрыл от любопытных глаз очередные исторические руины. Их оценили в 12,5 миллионов рублей и даже попытались продать. Покупателя, правда, не нашлось до сих пор. На этот год запланирована еще одна попытка. В январе дом с кариатидами включили в план приватизации. От его продажи регион хочет получить более 10 миллионов рублей. Еще дольше зазывают желающих вложить в спасение саратовской истории в случаях со складами Рейники и казармами Деконского. Последние, между прочим, пустуют с конца нулевых. Пять лет назад здания казарм собирались отдать в концессию. Потом включили в программу аренда за рубль. Результат ожидаемый. Казармы продолжают пустовать. Планы по реконструкции складов Рейники, которые сгорели в 2015 году, были наполеоновскими. Замах даже не на рубль, а на целый миллиард. За эти деньги еще одно историческое пепелище обещали превратить в целый музейный квартал. На выходе, как говорят, получился удар на копейку. Склады передали во владение РосИЗО. Время от времени там проходят культурные мероприятия, выставки, ну и тому подобное. Конечно, со вкусом, но без прежнего масштаба. Историческое наследие в Саратове ветшает, рассыпается, иногда сгорает дотла, как еще недавно произошло с конторой купеческого пароходства на Чернышевского. Сегодня на месте бывшей конторы пустынь. По адресу Театральная 9 сразу несколько домов-памятников. Одному из них еще в 2017 году к форуму урбанистики подновили фасад. Просто взяли и закрасили историческую плитку. Прежний вид объекту культурного наследия не вернули до сих пор. Другое здание, то, что во дворе, осыпается на глазах. На всякий случай его даже огородили специальной лентой. Вот и получается, что забота о памятниках архитектуры в Саратове со стороны чиновников и общественности по большей части ограничивается имитацией бурной деятельности. Ее символом вполне могла бы стать восстановленная триумфальная арка на Чернышевского, которая ведет в тупик. В таком же тупике и ситуация с сохранением культурного наследия на фоне в конец испорченного инвестиционного климата в регионе. Сейчас никто не даст гарантии инвесторам, что если они приобретут на торгах изъятые объекты, по прошествии нескольких лет они, так же как и их предшественники, не подвергнутся экспроприации. Поэтому и очереди из желающих вложиться в рискованные проекты как не было, так и нет.